Всем привет! Меня зовут Владимир, вы на моем канале и здесь мы говорим об автомобилях, которые снимаются в кино. Сегодня хотелось бы поговорить об автомобиле из фильма «Универсальный солдат». Это фантастический боевик 1992 года, снят режиссером Рональдом Эмерихом. Главные роли в картине сыграли Жан-Клод Ван Дам и Дольф Лундкарен. Несмотря на то, что в данной ленте хватает интересных автомобилей, появляющихся в кадре, данный выпуск я хотел бы посвятить, наверное, самому запоминающемуся – передвижной военной лаборатории, скрытой в трансформирующемся полуприцепе, перевозимым футуристическим сидельным тягачом, без каких-то опознавательных знаков. Помню, как в свое время на различных профильных форумах были довольно жаркие споры, касаемо того, что же это за автомобиль такой. Кто-то говорил, что это американский бескапотник, то есть Кэп Овер или Кэп Овер Энджин тягач, например, Фред Лайнер ФЛА 9664, как во втором Терминаторе, или же Петербилд 352 или даже Интернешнл 9800. Кто-то предполагал, что это один из неизвестных в США европейских тягачей. Истина, как это часто бывает, оказалась несколько иной, но об этом позже. Изначально режиссером картины студия «Каролка» планировала назначить Эндрю Дэвиса. Предпродакшн ленты начался в феврале 1990 года. Дэвис не только должен был стать режиссером будущей картины, но и участвовал в написании сценария, наравне с Ричардом Ротштайном. И уже в первых вариантах текста в нем присутствовал футуристический грузовик «Лаборатория». Несмотря на то, что позже на пост режиссера был утвержден Рональд Эмерих, и сценарий был частично переписан, грузовик остался. Постройкой киноавтомобилей занимались несколько сторонних компаний. Поскольку весь интерьер полуприцепа, а именно лаборатория для содержания универсальных солдат, воссоздавалась в студийных павильонах и снималась отдельно, подрядчикам было необходимо создать два идентичных внешних автомобиля для съемок на локациях. Один для крупных планов из сцен с раздвигающимися панелями кузова, другой для съемок погони трюков. Отдельным пунктом стояла задача создания уменьшенной копии грузовика и тюремного автобуса International Harvester Loadster в масштабе 1 к 10 для съемок большой погони в Гранд Каньоне и последующего падения со скалы. Созданием модели, а также кабин тягачей, полуприцепа с раздвижными панелями и его нетрансформирующегося двойника занималась студия Стюарта Лэнда, студия SL. Эскизы были предоставлены художественным отделом картины под руководством Хольгера Гросса. По словам Стюарта Лэнда, он изготавливал панели из полиуретана, которые затем становились формами для деталей из стекловолокна. По словам специалиста, главной проблемой было сделать машины максимально достоверными, дабы панели не болтались и не тряслись в кадре. Двери в кабинах грузовиков открывались, не деформируя соседние детали. Все было реализовано в лучшем виде, к огромной радости режиссера. Хотя, конечно, если присматриваться на стоп-кадрах, то видно, что некоторые элементы не идеальны, но это мелочи. В динамике на такое внимание не обращаешь. Что касается тягача-основы для киноавтомобиля, то по словам Стюарта Лэнда, это были два грузовика Kenward K100. Этот тягач производства Kenward Truck Company выпускался десятилетиями, начиная с 60-х годов, и по фотографиям довольно сложно понять, какого именно поколения автомобиль снимался в кино. Уже на момент запуска в серию, Kenward K100 был достаточно популярной моделью среди бескапотников. Четыре варианта базы, в смысле ее длины, несколько вариантов трансмиссий и дизельных установок от Cummins, Caterpillar и Detroit Diesel. Для поддержания интереса к модели К100, Kenward постоянно выпускали различные ограниченные специальные серии автомобилей с особенной отделкой, цветом кузова и прочим. Поскольку таких машин выпускалось очень мало, к ним приковывалось максимальное внимание на разных выставках в США – Gold Nugget, Liberty, VIT и другие. Стоят они, кстати, очень немало, и среди поклонников американских грузовиков считается коллекционной редкостью. В 1982 году был изменен закон, ранее строго ограничивающий длину автопоезда, в связи с чем автопроизводители смогли наконец развернуться по полной, не боясь выйти за рамки допустимых законодательством габаритов. Именно этот закон считается причиной постепенного падения популярности бескапотных тягачей в США, так как автомобили капотной компоновки в Америке считаются гораздо более удобными в работе трак-драйверов. Об этом, кстати, нужно будет сделать отдельный ролик. Съемки картины проходили в Неваде, на плотине Гувера и в Аризоне. За рулем грузовика в большинстве трюковых сцен сидел каскадер-ветеран Дикий Билл Мок. За постановку автомобильных трюков в картине отвечал еще один ветеран Голливуда Вик Армстронг. Человек-легенда, ставивший трюки, работавший каскадером и дублером в сотнях голливудских картин, начиная с 60-х годов и только совсем недавно закончивший свою карьеру в кино. Фильм собрал отличную кассу и считается одной из главных коммерческих удач за всю карьеру Жан-Клода Ван Дамма. После завершения съемок какой-то информации об участвовавших в фильме грузовиках долгое время не было. Но затем один из автомобилей все-таки появился. И участь у него, честно говоря, так себе. Передвижная военная лаборатория из фильма «Универсальный солдат» стала главным украшением автомобильной свалки под Лос-Анджелесом в Сан-Велле. Несмотря на то, что свалка официально закрыта еще в 2016 году, многие автомобили, находящиеся там, из которых немало снимавшихся в кино, все еще на том же месте. По состоянию на конец 2021 года грузовик из «Универсального солдата» все еще находится на том же месте и даже продается за 25 тысяч долларов. Некоторые панели трейлера отвалились, и под ними видно оригинальный полуприцеп. Но даже в таком виде автомобиль смотрится все еще впечатляюще. Отличный образец практических спецэффектов старой школы, когда студии еще не полагались на компьютерную графику и по старинке строили объекты в натуральную величину. А на сегодня все. Всем сила! В-8!